Доброго времени суток! С вами библиотека номер 187 города Москвы. Сегодня мы с вами поговорим о Юрии Васнецове. Эту обложку книги Корнея Чуковского «Краденое солнце» узнают буквально все. Ее автор великий русский художник Юрий Васнецов. Живописец, график, иллюстратор, выдумщик и фантазер в искусстве и в жизни. Уже 80 лет на проиллюстрированных им книгах дети учатся читать и узнавать мир. А родился Юрий Васнецов 22 марта 1900 года в семье священника в городе Вятка. Сейчас этот город называется Киров, Кировская область. Его отец служил в кафедральном соборе в Вятке. Надо сказать, что вообще фамилия Васнецов, она для русского уха, она значит многое. Все мы знаем Виктора Васнецова, тоже такого художника-сказочника. Все мы знаем, хотя и чуть меньше, брата Виктора Васнецова «Аполлинария», который рисовал старую Москву, историческую Москву. Если откройте учебники по истории за класс 7-8, там речь идет о России и Москве времен Средневековья, 15-16 века, то там непременно будут иллюстрации Аполлинария Васнецова. Юрий Васнецов приходился художникам Васнецовым, дальним родственникам. И надо сказать, что вот любовь к старине, любовь к всему народному, к сказкам, она передалась ему по наследству. Хотя, и повторюсь, родственникам он был дальним для Виктора и Аполлинария Васнецовых. Город Вятка был губернским, провинциальным. Большое количество церквей, деревянные домики, река, которая так и называется Вятка, именно она дала название городу. Город Торговый, где было достаточно большое количество ярмарок, где продавали знаменитую дымковскую игрушку, деревянных расписных коней, пряники. Это все отложилось, в общем-то, на всю жизнь в творчестве Юрия Васнецова. В 1921 году Юрий Васнецов вместе со своим другом, в будущем тоже очень известным детским писателем и иллюстратором Евгением Чарушиным, который тоже был из Вятки, поступает на живописный факультет Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских, тогда Академия художеств так называлась, уже после революции это было. И учится в Петрограде, а потом в Ленинграде. Годы учебы были очень важными для становления Васнецова как художника. Наверное, никогда на берегу Невы не было так интересно учиться, как в ту эпоху. Это были 20-е годы, относительно свободное и очень интересное в творческом плане время. Было огромное количество разных организаций, кипела творческая жизнь. Все прекратится, забегая вперед в начале 30-х годов. Если говорить вообще о начале творческого пути Юрия Васнецова, там изначально не было никаких иллюстраций. Он не планировал изначально иллюстрировать русские сказки. А работал он в такой технике, в таком жанре, который назывался наивное искусство. Вот перед вами «Дама с мышкой». Яркий пример, в общем-то, наивного искусства. Достаточно вспомнить не копий Росмани. Вот наивисты, они отталкивались от народного, в данном случае от лупка, от всего простого, даже немного грубоватого. Но в 20-е, а уж тем более в 30-е годы, наивное искусство, мягко говоря, не вписывалось в творческую жизнь того времени. И на самом деле, то, что Юрий Васнецов стал известен как иллюстратор детских сказок, это мера вынужденная. Вообще, так очень часто бывало в истории нашей художественной жизни 20-го века, когда, например, в 70-е, 80-е годы всякие неофициальные художники, например, Якобаков, чтобы зарабатывать себе на жизнь, они брались иллюстрировать детские сказки. Что-то похожее было у Юрия Васнецова, только это уже было в начале 30-х. Первой книгой, которая стала настоящей удачей Васнецова, было «Болото» Виталия Бианки, изданное в 31-м году. Художник работал достаточно свободно, борьба с формалистами еще на тот момент не началась, когда эту книгу готовили к изданию. И тут уже чувствуется уже формирующийся стиль Юрия Васнецова. Сказочный, простой, очень близкий детям. Потому что Васнецов сам рисовал в такой технике, можно подумать, что это рисует ребенок. Но на самом деле, если присмотреться к любым деталям, вы увидите, что это работа такого зрелого и достаточно обученного мастера. В том же 31-м году был создан Союз советских художников, все остальные творческие объединения распустили. В следующем году выходит постановление о перестройке литературно-художных организаций. И по большому счету, вот здесь вот Юрий Васнецов, он ничем кроме, в общем-то, иллюстрации заниматься потом не смог. То есть, он стал иллюстратором практически поневоле. Перед вами иллюстрации Юрия Васнецова к сказке, вы, наверное, догадались, «Конек-горбунок». Где уже Васнецов этой книгой действительно заявил о себе. То есть, он ее там несколько, он ее несколько раз переделывал, но в итоге вот такой вариант был утвержден и напечатан. Настоящей находкой Юрия Васнецова становится сказка «Три медведя». Посмотрите, насколько мастерски художник подошел к своей работе. Ведь самое главное для детского иллюстратора, что создавать свой собственный мир, создавать вот эту атмосферу произведения. Потому что в детской книге, если мы говорим о детской литературе, иллюстрация подчас может быть важнее самого текста. Потому что книги эти пишутся для достаточно маленьких детей, которые зачастую плохо читают, или читают только с родителями, родителями читают, а дети рассматривают картинки. И вот создать такой мир с нуля – это довольно-таки сложная задача. Сложная задача, которая, однако, была Васнецова по плечу. Это вот тоже иллюстрации к сказке «Три медведя». И просто посмотрите на уровень детализации, посмотрите на то, как художник вообще понимает ребенка. Понимает, как ребенок смотрит на мир. Эти иллюстрации, как только видит взрослый человек, мгновенно вспоминает свое собственное детство. После войны Васнецов уже признанный классик. Книги следуют одна за одной. В 1966 году Васнецову было присвоено звание народного художника РСФСР. Васнецов проиллюстрировал достаточно большое количество детских книг. Все мы их помним. Все они такие запоминающиеся. Васнецова много раз будут упрекать, еще в советское время, уж тем более сейчас, о том, что его иллюстрации пугают детей. Что звери ненатуральные. Надо сказать, что Васнецов никогда к реалистичности и не стремился. В детской иллюстрации вообще очень хорошо чувствуется авторский почерк. Бывают такие иллюстрации, особенно сейчас их достаточно много, на которые смотришь и от них ни горячо, ни холодно. Васнецов никого не оставляет равнодушным. И он как такой сказочник взрослый, который разговаривает с ребенком с позиции взрослого. И иногда даже пугает. Вот прекрасная иллюстрация к сказке про лиса и мышонка. Посмотрите, опять же, на уровень детализации. Посмотрите на эту мышку, которая там спряталась в норке. Посмотрите на эту грозную лису. Текст на минимум. И, в общем-то, книга создается прежде всего иллюстрацией. Васнецов иллюстрировал достаточно большое количество детских книг. Это были не только конкретные произведения, как «Три медведя» или «Конек горбунов». Это были и просто сборники сказок, прибауток, «Радуга-дуга», если помните. Была такая книга. Воснецов, несомненно, лубочен. Он отталкивался от народной культуры, от лубка, от балаганов, от ярмарок, от того, что он видел в своем детстве в Вятке. И это пронес через всю свою жизнь. Кто знает, может быть, если бы он стал художником не иллюстратором, а художником обычным, который живописец. Может быть, мы бы его и не знали. Вот эта картинка справа очень показательная. Насколько она пугает нас, насколько страшный там волк. Но, тем не менее, вот у Воснецова был такой взгляд. Ему казалось, что ребенка нужно иногда пугать. Это тоже, в общем-то, часть детства. Если мы, на самом деле, вспомним себя в детстве, мы в детстве всегда чего-то боялись. Каждый по-своему. Воснецов, помимо иллюстрации, работал еще и с фарфором. И делал вот такие шикарные вещи. И то, что мы знаем Воснецова и ценим его до сих пор, и то, что его книги издаются до сих пор, и все мы узнаем его иллюстрации, это лишь говорит нам о том, что это был подлинно народный художник. Умер Юрий Воснецов 3 мая 1973 года. Спасибо за внимание. Продолжение следует...